Здравствуйте, товарищи! Сегодня очередная машинка от компании Ашет Коллекция, серия легендарной советские автомобили в масштабе 1 к 24. 22-е здание и 22-я Волга. Для меня на самом деле было большим откровением, что многие не знают, что ГАЗ-Универсал носит свой индекс, ГАЗ-22. Все думают, что это ГАЗ-21 Универсал. Кстати, не обращайте внимания, что у меня здесь такой беспорядок на столе. Про вот этот набор ВАЗ-2101, который большой, собирается, я расскажу на следующей неделе, поэтому заходите, есть о чем поговорить, есть что обсудить. Вот, данную машину я поставил просто как образец, как эталон, чтобы мы могли сравнивать, о чем мы будем сегодня разговаривать. Итак, вот, я уже все распаковал. ГАЗ-22, масштаб 1 к 24, корпус металлический, выполнен по технологии литья под высоким давлением, для того, чтобы каждый элемент смотрелся песенно. Вот так вот я бы сказал. На самом деле, опять же, все говорят, почему в 24-м масштабе можно сделать так, чтобы двери открывались. Нет. Нет. Это лишнее. Машина – это монумент. Поставил, любуешься красиво. Кстати, если бы у памятника, например, руки двигались и голова. Ну, блин, кто бы это был? Барби? А тут стоит Владимир Ильич. Все нормально, кепка монументальна, все железное, никуда не уйдет, ничто не потеряется. Итак, смотрим на сегодняшнюю машинку. Но это тяжелая моделька, сразу ты понимаешь, что она металлическая. Кстати, производство 22-х «Волк» – это побочное производство Горьковского автозавода. Изначально, когда 21-я «Волга» запускалась в серию, никто и не рассматривал возможность того, что будет автомобиль выпускаться в кузове «Универсал». Но в силу того, что «Зимы», которые использовались как кареты скорой помощи, как некие развозные, в кавычках, развозные фургончики, но тоже это очень грубо сказано, уходили на покой. Приходила ГАЗ-13 «Чайка», и в силу того, что ГАЗ-13 «Чайка» априори не могла выступать в роли скорой помощи, потому что все-таки это уже был достаточно номенклатурный автомобиль, и создавался он специально под партийную элиту, он не мог выполнять функции скорой помощи, и врачи написали письмо в… уж не помню куда, но куда-то они написали, а куда они написали, вы можете прочитать вот в этом журнале, с требованием, с просьбой, чтобы им предоставили автомобиль для скорой помощи, для городской скорой помощи. И в срочном порядке в 60-м, сейчас я даже подгляжу, потому что я, честно говоря, в датах в 60-м начали разрабатывать, а в 62-м начали уже производить. И в скором порядке начали разрабатывать данную машину. Чем она отличается от классической 21-й «Волги»? Естественно, это в первую очередь кузов. Но они одинаковы только до середины. Задняя часть 22-й «Волги» – это полностью самостоятельная история. Под нее пришлось даже ставить дополнительную линию сборочную. И еще, производство 22-й «Волги» было настолько дорогим, потому что можно сказать, что это машина ручной сборки, что завод производил данные автомобиля в убыток себе. Понимаете? Вот она, рыночная экономика по-советски. Народу требовались скорые помощи, и советская власть выпускала скорые помощи в убыток. Ну, спорное решение, конечно, но суть дела не меняет. Итак, что мы имеем? Во-первых, хочу подчеркнуть, что качество автомобиля на самом деле великолепное. И с каждой машинкой, что для меня тоже удивительно, машинки становятся все интереснее и аккуратнее. Не знаю, с чем это связано, но факт остается фактом. Характерная особенность 22-х «Волг», опять же, посмотрите. Видите, у них свой молдинг здесь идет. Вот этот тяжелый треугольник на двух болтах. Он очень хорошо виден, когда вы на машину смотрите, так сказать, вживую. Ну, смотрите сами. Видите, здесь как бы разные оформления. Если здесь хромированное, то здесь, если мне память не изменяет, это полированная нержавейка. Кстати, на сегодняшний день на вторичном рынке самая ценная часть от 22-й «Волги» это именно набор вот этих вот хромированных молдингов. Потому что их очень мало было выпущено. Вот автомобилей самих было мало выпущено. Соответственно, и хром сохранился не у каждого автомобиля. Что мы тут видим? Ну, во-первых, давайте пройдемся по салону. Очень хорошо проработана торпеда. В силу того, что сейчас, вот, например, если вы присмотритесь, вы увидите на заглушке колонки, потому что изначально машины шли, естественно, без радиоприемников, но в данном автомобиле как бы радиоприемник установлен, на сеточке колонки написано «Волга». И здесь это видно. В оригинале она железная, идет наискосок прописными буквами «Волга». И здесь видно. Единственное, конечно, она сделана в цвет приборной панели, но факт остается фактом. Хорошо видны часы, бардачок с отдельной ручкой, клавиши переключения, КПП под рулем, все как надо, а-ля Америка. Здесь же очень хорошо видно, и это подчеркиваю, в данном автомобиле этого нету, по причине того, что «22-я Волга» выпускалась на базе уже третьей серии. И, опять же, в данном автомобиле это учтено. Смотрите, решетка радиатора «Китовый ус», на мой взгляд, это самая удачная решетка радиатора, потому что она как бы делает автомобиль еще более хищным. Знаете, такой завал. Конечно, кто-то скажет а-ля Америка. Ну, мода автомобильная была такая. Вот, хорошо видно. Видите, какой завал. Вот, можно даже сравнить. Здесь более, как бы, зубы такие, ну, вялые, а здесь уже прям, прям агрессия. Бампера уходят в прошлое клыки. Здесь это соблюдено. Бампера делятся на две части. Верхняя часть хромированная, нижняя крашенная в цвет кузова. Опять же, смотрим. Здесь это есть. Сзади автомобиля тоже присутствует. По поводу загогулина, забыл договорить. Вот это вот снизу торчащая, я не знаю, кочерга черная, это ручник. Более облагороженный. Ну, не знаю. По мне, какой-то инородная, инородная хрень. Также хорошо видна печка. Обдув. Идет в ноги и сводится к стороне. То есть, качество проработки салона очень хорошее. Задняя спинка имеет пепельницу и ручки для держания. Здесь то же самое, ничего не поменялось. Единственное, что в 22-х Волгах стали немножко по-другому делать крепления сидений. Это позволило переднее сидение раскладывать в более горизонтальный пол. Правильно я сказал. В более горизонтальный лежак, наверное, так будет правильнее сказать. То есть, спать в 22-й Волге значительно удобнее, чем в 21-й. Более ровная, так сказать, площадка. Далее. Заднее сидение, мы тоже здесь видим, что оно должно складываться. Ну, тоже откидывается, увеличивается багажное отделение. Задняя дверка у автомобиля ГАЗ-22 выполнена из двух частей. Опять же, хромированная ручка, которая изменилась. Петли видно, потому что нижняя часть открывается, соответственно, вниз. Верхняя вверх. Аналогичный механизм на 400-х и на 402-х, по-моему, москвичах сделан. Но здесь это более монументально. Не знаю, почему здесь установлен прямоугольный номер в квадратную площадку. Ну, может быть, создатели автомобиля, дизайнеры-художники, которые делали макет, ну, посчитали это правильно, потому что мы же все знаем, что номера квадратные. Ну, не знаю, оставим это на совести, так сказать, художников. Хромированная бибиколка, кстати, она тоже немножко изменилась по отношению к предыдущим сериям Волк. Она стала более такая, более изящная, более, не знаю, более с эстетической точки зрения приятная. Ну, опять же, видны все ручки, открывание окон, форточка, хромированная рамка на дверях, сзади черный резиновый уплотнитель, резиновая резина. За счет того, что машина все-таки сама по себе достаточно высокая, можно здесь, не отворачивая площадки, заглянуть, так сказать, под днище. Виден бензобак, видна дурацкая выхлопная труба, очень длинная, потому что, опять же, если поставить машину рядом, будет видно, что Волга чуть-чуть, чуть-чуть, но подлиннее. То есть, пришлось изменять и выхлопную систему. Рессоры усиленные, другая резина, кстати, на Волгах устанавливалась. Ну, здесь, на самом деле, создатели не стали заморачиваться, установили примерно одни и те же покрышки. Но все равно хромированные колпаки, диск 4 дырки. Все стилистически выдержано грамотно. Даже антенка присутствует, зеркало салонное очень хорошо видно. Обратите внимание, нет бокового зеркала. При том, что на фотографиях, кстати, очень часто встречается, что, ну, реально, почему-то нету зеркал. Ну, не знаю, с чем это связано. Ну, наш паровоз вперед летит в коммунах остановки, не знаю, может быть. Задние фонари двухчастные, соответственно, в хромированной окантовке. Ну, на мой взгляд, прям достойно. Вот если их поставить вместе, прям очень хорошо. Опять же, давайте не забывать, что здесь есть журнал. В журнале есть хорошая компоновочная схема, которую я, ну, я всегда, не знаю, мне она всегда нравится, хочется смотреть. Это как из детства, знаете, заходите в кабинет УПК, и там висят вот эти красивые цветные пестрые всякие трактора, машины. Ну, давайте скажем, что все-таки Волга – это пятиместный автомобиль, хотя, честно скажу, это шестиместный автомобиль, потому что на таком диване спереди три человека умещались, ну, очень хорошо. А если там еще и ребятенок садится, которого, естественно, нельзя было сажать, но всякое же бывает, поэтому шесть, пять-шесть посадочных мест. Масса, тяжелая машина, две тонны, девяносто пять килограммов. Это полная масса, габаритные размеры в длину 4 метра 810 сантиметров, высота 1 метр 63. Дорожный просвет 200 миллиметров, что, согласитесь, очень хорошо. Двигатель ZMZ-21A, четырехтактный, четырехцилиндровый, карбюраторный, рядный, верхнеклапанный. Мощность специально для ГАЗ-22 немножечко увеличили. При объеме 2445 кубических сантиметров он выдает 75 лошадок. Механическая трехступенчатая коробка с синхронизатором на второй-третьей передаче осталась от предшественника. Ну, естественно, тормоза барабанные по кругу. Размер шин, ну, тоже неважно. Максимальная скорость 120 километров в час. Время разгона 34 секунды. Расход 13 литров, объем бака 60 литров. Но, опять же, давайте вернемся к журналу. Что мне всегда, опять же, нравилось в журнале? То, что написан он абсолютно нормальным человеческим языком. Современным, правильным языком, легко читаемым. Здесь есть интересная информация о создании «Волги». Есть, значит, рассказ «Скорая помощь и другие модификации». Соответственно, это рассказ про машины, которые уходили на экспорт. Как они комплектовались, чем они отличались друг от друга. Но самая хорошая статья, ну, как самая хорошая? Одна из самых хороших статей. Это про Ивана Алексеевича Лихачева. Я думаю, не надо рассказывать, что это за человек и чем мы ему обязаны. И почему один из наших отечественных заводов носил его имя. Поэтому читаем журнал. Хороший, глянцевый, на ощупь прям прекрасный. Как все в детстве. За рулем за 86-й год. Вот по ощущениям. Ну, конечно, за рулем был поинтереснее, повеселее. Но кто это сейчас помнит? Сейчас стоит раз в журнал. Ну, это набор рекламных роликов. Все, как у меня на канале. Итак, поехали. Давайте еще про машинку. Самое главное, что ГАЗ-22, почему его не производили? Почему вообще не считали, что его надо производить? Дело в том, что машины на самом деле как бы в частное пользование продавались с трудом. Ну, с таким, с такой неохотой. А если продавать сарай, а зачем советскому труженику сарай? Им уже ничего перевозить не надо. Для частной жизни подойдет и обычный седан. А универсал – это все-таки прерогатива каких-то, я не знаю, там, фермеров, булочников, кондитеров. А в Советском Союзе таких персонажей не было. Ни фермеров, ни кондитеров. А если их нету, значит, что? Значит, им сарай не нужен. Но одна из самых первых 22-х волк, попавшая в частные руки, попала Никулину. Была выдана ему специально, чтобы перевозить цирковой атрибут. Ну, это такая маленькая зарисовка. Еще очень интересные автомобили были, но это тоже можете поподробнее прочитать. Ну, из своих воспоминаний. Пикапы. Редкая машина для Советского Союза вообще делалась на базе списанных машин ремонтными заводами. То есть, им, условно говоря, отрезали заднюю часть и делали пикапы. И самые красивые пикапы производили, знаете где? В Латвии. Вот так вот. Ну, ну, вот так вот. Что еще интересного про машинку можно сказать? Да, она действительно хорошая, тяжелая, монументальная. Встанет очень красиво рядом со своей подругой, которая, кстати, с самого первого выпуска. Ну, в смысле, с самого первого выпуска от компании Ашет Коллекция, которая является лидером по производству портворков. А портворки это что? Правильно, коллекционные здания, развивающие игрушки, в том числе легендарные советские автомобили. И еще и трактора, которые я тоже собираю, но хрен вам покажу. В следующем выпуске, это уже 23 номер, подчеркиваю, ЗИС-101А. Ну, спорный автомобиль, советский Бьюик. Мне они никогда не нравились, поэтому, поэтому не знаю. Ну, действительно, я не люблю ЗИСы. Как-то так сложилось. Кстати, хочу напомнить, что подписаться на легендарные советские автомобили можно, позвонив по номеру телефона горячей линии, который вы видите, а также зайдя на сайт. И напоминаю, что количество выпускаемых машинок с каждой серии становится все меньше и меньше и меньше и меньше и меньше. Спешите. По поводу конкурсов. Это тоже нормально, значит. По поводу конкурсов. Конкурсы мне надоело проводить по причине того, что вы почему-то, те, кто победил, почему-то не откликаются на мои призывы. Не знаю, с чем это связано. Поэтому посидим, подождем. Впереди еще как минимум 10 выпусков. Может быть, вы накидаете в комментариях, как правильно проводить конкурс, чтобы вы все-таки получали свои призы. И честно, честно разыгрывать их. И честно определить победителя. То есть, ваше предложение. Про копейку прямо на следующей неделе, прямо в самом начале недели будет очередной рассказ. Посмотрите, потому что там будет много полезной информации. За всем решите отклониться. С вами был ваш дядя Ваня. Я снимаю машинки не потому, что мне снимать больше нечего, а потому, что мне они нравятся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok